Начинается месяц, посвященный знанию о национальной кибербезопасности. У нас очень интересная история. Гарри Мельевский с компанией SnoopWall. Гарри, спасибо вам за то, что пришли к нам. То, что вы хотите рассказать нам об этом исследовании, интересно и серьёзно. По своим масштабам, это сейчас больше, чем вирус Эбола. 500 миллионов человек заражены, но они об этом не знают. Но причина не в них самих, это исходит от их смартфонов. Скажите нам теперь, как это всё произошло? Позвольте привести вам пример. Когда вы приходите в магазин бытовой техники, вы покупаете фонарь. Вы включаете его, чтобы найти ночью ключи от машины. Включаете, чтобы выполнить какую-то работу. Мы все установили такие фонари на наши телефоны. Вы включаете фонарь, и появляется свет. То есть обычное приложение фонарик, точно. Но вместо того, чтобы выполнить роль обычного фонаря, это приложение фонарь, когда вы его запускаете, оно действует как обычный фонарь, но оно разработано мистером гаджетом, и оно говорит. Бред, можно я залезу в твою адресную книгу, информацию о твоей банковской кредитной карте, твои семейные фотографии, твои видео, определю, где ты находишься сейчас, залезу в твой список друзей, твои контакты, и можно я отправлю все эти данные на спутник, который закреплён за мной? Я думаю, вы бы, возможно, не купили такой фонарь и не включили бы его. Так всё и происходит? Так всё и происходит. Десять самых популярных приложений фонариков сегодня, которые вы можете загрузить из Google Play Store, все они являются вредоносными приложениями. Они выполняют роль злоумышленников. Они шпионят, они следят, они крадут. Понятно. А куда уходит вся эта информация? Что с ней происходит? Ну, я отслеживал, куда она уходит. Мы обнаружили три страны. Китай, Индия и Россия. И как можно догадаться, они используют её в своих различных интересах? На первый взгляд, может показаться, что они это делают в преступных целях. Однако, если государство хочет собрать очень много информации об американцах, то это отличный способ сделать это, так как очень много американцев устанавливает приложение «Фонарь». И что вы скажете людям? Не устанавливаете фонарики? Вообще-то, нужно не только удалить данное приложение, но и сделать на своём устройстве возврат к заводским настройкам. Потому что они, злоумышленники, устанавливают трояны, и когда вы удаляете приложение, эти трояны по-прежнему действуют в вашей системе, отслеживая или важные действия, как, например, мобильный банкинг. Они считают ваш список контактов и совершают иные подобные этим функции. Это просто удивительно. Это новаторство. Да, это новый метод кибератаки. Поэтому наша команда из Snoop Ball провела оценку 10 топовых фонарик приложений на способных скрытных операций. Мы сделали по этому поводу доклад, сообщающий об опасности. Он был опубликован на нашем веб-сайте. Это самые скачиваемые приложения. Я всегда удивлялся, почему так происходит. Например, на моём телефоне GPS и список контактов активизируются сами. Мы с командой начали выяснять, в чём дело. Мы обнаружили причину. И то, о чём мы говорим, сегодня информация совершенно нового типа. Все 10 самых популярных приложений с миллиардным скачиванием, все они являются вредоносным программным обеспечением. Итак, сейчас что должен сделать человек? Что вы ему скажете? Ему надо удалить приложение, перезагрузить телефон? Удалить приложение, отправиться туда, где вы купили телефон, и попросить, чтобы они помогли вам с возвратом к заводским настройкам. Сделайте резервную копию информации, которую вы хотите сохранить перед возвратом к заводским настройкам. Создайте копию только крайне важной информации, может быть, семейных фото, списка контактов. Сделайте откат к заводским настройкам, который сотрёт все тайные области, где действуют вредоносные трояны. Вы здесь говорили о том, о чём обычно люди говорят. Что с телефонами происходит неладное? Вы провели своё собственное расследование, а рядовые граждане докладывают о своих проблемах. Они докладывают в Федеральную торговую комиссию, и этот орган подал иск ко второй по популярности программе «Фонарю». И сейчас этот спор урегулирован. У этого приложения 50 миллионов скачиваний за раз и самый яркий свет, который есть почти у каждого из нас в смартфонах. Суд обязал выкладывать договор о политике конфиденциальности перед тем, как вы запустите это приложение. Бред. Договор о политике конфиденциальности — это 25 страниц юридических пунктов, говорящих, «Да, мы шпионим за вами», «Да, мы определяем ваше местонахождение», «Да, мы хотим иметь доступ к базе данных вашего телефона». Либо мы получаем всю эту информацию, либо вы не запускаете это приложение. Большинство людей не читает этого и нажимает опцию «Принять». Получается, вы просто, как и большинство людей, прокручиваете вниз все эти пункты договора и нажимаете «Принять». Да, вам и не нужно прокручивать вниз. Последняя версия приложения — самый яркий свет фонаря, кнопки «Принять», «Отклонить» — расположены сразу внизу. И сейчас у него 200 миллионов скачиваний. Ничего себе! Вот это дела! Киберпреступность! Мы слышим про это, разбираем случаи про это. Как же это сильно влияет на культуру? Ведь у нас столько людей с телефонами, смартфонами, пользующиеся компьютерами. Я беспокоюсь о детях-тинейджерах, семьях. Вот вы давите своему ребёнку iPad или Android-планшет, вы позволяете им играть. Они устанавливают приложения, которые вытворяют всё это, устанавливают местонахождение ребёнка. Если они киберпреступники или интернет-грабители, то они проникают в вашу семью. Ведь это чёрный ход в вашу семью, даже в ваш бизнес. Так как мы устанавливаем в себе предоносное ПО, и никто не знает об этом. То есть вы советуете пойти в магазин бытовой техники и купить настоящий фонарь вместо приложения? Идите и купите настоящий фонарь, или установите приложение Фонарь, размер которого несколько килобайт. Потому что те приложения, которые хотят шпионить за вами, их размер от 1,2 мегабайт до 5 мегабайт. Это слишком большой файл для простого включения и выключения света. Поэтому если вы найдёте очень и очень маленькое приложение Фонарь, вы будете в безопасности. Это были невероятные новости. Спасибо, что вы приходите к нам снова и снова. Ваш сайт — snoopworld.com Гарри, большое спасибо. Спасибо вам.